Добрый день! С вами компания Крофмонтаж и меня зовут Мороз Алексей. Мы на очередной, а вернее заключительной серии кладка печи в московском регионе. Это в серии заключительная. Мы начнем с того, на чем мы остановились, с обзора кладки дымоходной трубы, всех узлов сопряжения с потолком, с крышей и закончим контрольной топкой. Собственно, вы видите, что в прошлой серии щиток, в принципе, был построен, но без некоторых элементов, верхних высоты. И не было щитка, который идет на второй этаж. Вот, пожалуйста, вы можете смотреть, Сергей Иванович и его команда доделали верхний щиток. Сейчас мы поднимемся на второй этаж, посмотрим, как там устроено. Ну, непосредственно здесь могу сказать, вот чем мы там заизолировали, скажите, пожалуйста. То есть от... потому что этот самый щиток или дымоход будет, чтобы не себя прикасался с потолком, да? Да, это материал, не горючий материал, изоляционный, базальтовый. Значит, сделали горловину, было внутрь трубы, мы поставили трубу металлическую, миллиметровку 180 в диаметре. Значит, прогнали полностью перекрытие кирпичом, так же делали изоляцию, ну и выгнали уже на второй этаж. Сергей Иванович, понятно, меня вот не устраивает, вот это что, это базальт, да, или что-то? Да, это именно вот этот слой базальта, который идет изоляции. Ну, я понял, это, так сказать, уже элемент отделки, мне интересует. Я могу это щиток закрыть. Да, можно закрыть, оставить маленькие, 5 миллиметров. То есть я могу, грубо говоря, деревом этот зазор закрытия, сантиметр оставить, да? Ну да, сантиметр можно оставить или проложить, там же такой же материал, вот, и тогда уже запретил. То есть все, вот это меня беспокоило. То есть понятно, что здесь уже будет гостиная и такой неприглядный вид. Но это я сделаю, мне еще предстоит отделка здесь, этот элемент мы заделаем. Сейчас поднимемся на второй этаж и посмотрим щиток на втором этаже. Вот, дорогие друзья, мы оказались на втором этаже, и непосредственно щиток выведен. Сергей Иванович, подхватывайте мысль, сколько каналов и так далее. Да, здесь у нас три канала, значит, сама труба выходит, поднимается, опускается, поднимается, выходит наборов, идет в трубу. С этой стороны мы поставили прочесные дверцы, мы их сделали сами из кирпича, вырезали. Обточили, да? Да, обточили, вот старинку делали вот такие прочесные дверцы. Ну и внизу тоже та же идет прочесная дверца, так как здесь не падающий канал. И, ну, в принципе, прочищать это перспектива нескорая. Не, не так часто, да. Да, раз в 5-6 лет. Можно просто выбить, там на глине все сидит. И потом опять на глину посадил, поставил. Здесь мы прогнали, значит, установили трубу, вот, сэндвич труба. Да, так как у нас низкий потолок и кирпичом проводить полностью, и там у нас балка находится. Как бы очень сложно. И мы можем... Не балка, а яндовая, наверное. Яндовая, да. Это вы коленом поворачивали, да, от яндовой? Да, да. Отвели, сделали коленом, вывели. Также вот этот ППУ. Так, скажите, пожалуйста, я вот, у меня уже будет, ребята, отделочники, производить отделку потолка, там, подбивать вагонкой. Это просто не подвинут, и саморезами в вагонку прикрутят, правильно? Да. Сюда уже может подойти вагонка, и уже закрепляется. Ага. Здесь уже нагревание. Понятно. И у вас там идет на выход труба сэндвич утепленная. Да, сэндвич утепленная. Ну и также, когда вот будет вагонка ложиться, здесь нужно будет проложить базальтовый, скажем. Так, а это фрик. Так, ну что, дорогие друзья, сейчас будет производиться, ну, самый апофеоз. Мы спустимся и произведем контрольную топку. Пойдемте за мной. Ну что, дорогие друзья, вот мы находимся в моей кухне. Сергей Иванович забросил там картонку, пока растопить. И сейчас расскажут, потому что при растопке печи, когда она именно холодная, там зимой, тоже есть определенное, так сказать, нужно иметь, ну, знание. Как ее растопить, чтобы не возникали там вопросов. Потому что бывает задувает дым и так далее. Вот я лучше передам слово Сергею Ивановичу. Да, вот, правильная растопка. На самом деле, если вы правильно сделали, тогда у вас не будет задымления, не будет пробки в трубе. Для этого нужно пробить пробку. Как ее сделать? Можно найти верхнюю подувальную, то есть подчистную дверцу, например, в той комнате. Вот, поджечь бумажку туда, бросить. Можно открыть летний ход, как я сейчас сделал. Там я открыл короткий ход, можете посмотреть предыдущий серий. Вот, взять картонку. Она не дает много дыма, но дает много огня. Вот, и вы можете растопить сперва картонкой. Если вы топите газеты, то газета много дает дыма. И забиваются каналы. И вам потом сложно. Если дым поднялся, а труба у вас холодная, вот, то все, образовалась пробка. И вы не можете ее пробить. Вам надо будет подождать какое-то время или поставить вентилятор, продуть его. Вот, а если вы правильно сразу сделали, растопили картонкой, вот, или ячейки из-под яиц, тоже очень удобно. И после этого бросаете уже сухие палочки. Печка у вас холодная, протопили где-нибудь часик маленькими там палочками. Это, заметьте, на летнем ходу, правильно? Да, на летнем ходу. То есть не через щиток, а, грубо говоря, через топку сразу выходит на дымоход. Вам надо прогреть саму печь и щиток в течение полчаса, правильно? Чтоб канал нагрелся. Да, даже желательно и дольше. С ухими дровами, потому что печка холодная. Если вы откроете, вот, ну и сразу не сможете прогнать, вам надо будет постепенно закрывать летний ход. Постепенно закрывать. Ну, более нагревание. Да, и потом уже у вас дым постепенно уже будет ходить уже по каналам и пойдет уже в трубу, уже будет нагреваться щиток. Тогда у вас печка всегда будет целая, не будет треснутая. Вот, и вы не будете предъявлять какие-то претензии к печенькам, говорить, что у вас у тебя печка рассыпалась все. По неправильности протопки, вот, получается такая проблема. Ну, вот сейчас, мы тут положили вчера и эту печку, как бы, ну, закончили сегодня. Печка сырая, но у нас печь ступится идеально, без всякого задымления. Также правильно, если вы захотели... Я могу их бросать? Да, вы можете бросить. Да, если вы захотели... Сейчас, дайте я это вот покажу. Ну, если вы захотели закрыть дверцу, то надо будет открывать подувальню. Ну, здесь есть такая подвижная сторона, открываете, вполне хватает, тянет. Если вы захотели открыть ступочную дверцу, вам надо обязательно закрыть нижнюю часть. Так как поток воздуха уже будет заходить от дверцы. И постепенно, не надо резко открывать, чтобы дымок выходил. Вот, открыли, все, и у вас дым уже, то есть, воздух пошел в трубу, в печку, и без всякого задымления. Да, хорошо, драма трещат. Ну, как видите, дорогие друзья, печа реально работает. Тяга идет на летнем ходу. Еще раз говорю, что печка у меня на гарантии. Сергей Иванович говорит, даже тут не стоит сомневаться, он всегда на связи. Я могу любые вопросы, если что-то мне не понравилось, позвонить ему, выяснить, все он исправит и так далее. И в заключении хочу сказать, что если вам понравилась работа Сергея Иванова и его команды, обращайтесь, вы знаете, на наш канал. Выходите по сайту, по телефону, мы всегда предоставим контакты печника, если понравилась его работа. До следующих встреч на нашем канале. С вами был Кровмонтаж, меня зовут Мороз Алексей и Иванов Сергей Иванович, печник. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok